друзья всем привет это кулинария для мужчин и алексей пестов сегодня будем с вами готовить очень интересное блюдо лосятина по-строгановски возьмем в качестве основы рецепт бестроганного и сделаем то же самое но из дичи посмотрим что получится я думаю будет очень вкусно но дичь для этого рецепта предоставил компанией лекарит ссылку на сайт который я дам в описании итак друзья для приготовления этого вкусного и интересного блюда нам потребуется мы взяли полуфабрикат гуляшной лосятины нам потребуется килограмм она уже зачищенная ну потом посмотрим что будет в пакете когда открою далее для соуса томаты в собственном соку почищены 400 грамм сметаны 250 грамм 15 процентной мука черный перец растительное масло соль 1 головка лука большая или 2 средних ну и на гарнир будем использовать картофель гичи из пакета вынул смотрите какие замечательные куски единственное что сделал 10 минут холодной воде подержал чтобы избавиться от лишней крови а так в принципе мясо отличное посмотрите нету никаких жилок есть пленки но мы их очень быстро уберем мясо зачистим от пленок я уже говорил тут немного для этого блюда дичь дичь отбивается в куске буквально немножко поколотим крупной частью молотка она так будет мягче и теперь нарежем лосятину небольшими брусочками поперек волокон обязательно поперек волокон такой кусок мы разрежем повдоль смотрим где у нас волокна и нарезаем поперек брусочками где-то по пол сантиметра нарезанную дичь переместим какую-нибудь емкость где мы ее немножко промаринуем и запанируем в муке на килограмм лосятина мы возьмем пару чайных ложек без горки соли ну здесь друзья по вкусу ориентируйтесь где-то хорошую ложку молотого перца тоже по желанию количество убираем и по вкусу перемешаем дичь солью и перцем затем подсыпем муки еще раз хорошенько перемешаем чтобы все мясо у нас оказалось как бы слегка запанированным да думаю достаточно подготовим овощи я почистил лук картошку теперь нарежем картошку для фритюра довольно такими не сильно мелкими кусками где-то по 0 5 может чуть больше сантиметра картошку нарезали лук нарежем полукольцами если луковица у вас среднего размера можно его резать кольцами овощи готовы картошку залили холодной водой паскну чтобы она не почернела чтобы она была более хрустящая берем ее пока в сторону ну все можно приступать тепловой обработки нашего мяса хорошенько разогрели сковородку сковородку нужно взять с большими бортами нальем туда масло подождем пока она нагреется и от него пойдет легкий дымок масло нагрелось отправляем в коврогу перемешаем убавим с девятки наверно на восьмерку и нам теперь необходимо выпарить вот эту первую влагу у лука минуты через две обжаривания лук стал становиться вот таким румяным еще раз его перемешаем равномерно распределим по поверхности сковороды и самое время выкладывать мясо мясо необходимо выкладывать одним слоем желательно она не должна соприкасаться со сковородкой мясо выложили и теперь будем обжаривать лосятину не более пяти минут мясо перемешиваем вот так чтобы оно не соприкасалось у нас ниже сковородки ну а минутки через две можно будет перемешать ее с луком здесь самое главное у нас получить вот этот вот самый глянец на поверхности мяса но никоим образом его не запечь иначе оно будет жестким мясо у нас жарится уже около трех минут давайте его перемешаем вместе с луком смотрите какая красотень у нас тут получается ну вот и все четыре минуты прошли мясо полностью готово его пора снимать с огня поскольку сковородка нам еще понадобится для приготовления соуса отправим обжаренную лосятину в отдельную кастрюлю дичь в кастрюлю переместили опять установили сковородку на огонь добавим томаты возьму вот такую лопатку и буду их измельчать томаты начали кипеть убавим огонь на средний я поставлю на шестерку и будем жарить томаты минут наверное может быть 7 на умеренном огне нам нужно чтобы немножко из них влага выпарилась минут через 7 после обжаривания томатов их нужно немножко посолить добавим черного в этот раз свежемолотого черного перца самое время выкладывать сметану 250 миллилитров я думаю будет достаточно перемешаем так 4 минуты прошло посмотрите какой у нас замечательный получился соус сразу добавим его к лосятине перемешаем дичь с нашим сметанно-томатным соусом закроем крышкой убавим плиту шестерки на пятерку пока лосятина у нас томится делаем фритюр масло нагрелось картошку я просушил полотенцами после 6 минут томления влачатины с нашим сметанно-томатным соусом перемешаем все она буквально только начала едва закипать сразу отключаем огонь ну и дадим наши лосятины потомиться на остывающей сковородке оставшиеся четыре минуты а в это время первая партия нашей картошки фри готова сразу переместим ее на тарелку застеленную бумажными полотенцами пока готовилась картошка я нарезал помидоры зелень укропа картошку после фритюра сразу посыпем солью потому что она не соленая возьмем такую хорошую ложечку лосятины она прям мягенькая я прям шумовка ощущаю добавим помидоры присыплем помидоры зеленью укропа чуть-чуть вот и все друзья наш лосятина построгановски приготовлена давайте будем дегустировать я оформил это блюдо с картошечкой с помидорами давайте возьмем кусочек покрупнее приготовление этого блюда я никогда бы даже подумать не мог что лосятина может быть такой мягкой сочный очень вкусный соус вот эти томаты дают со сметаны небольшую кислинку но она такая очень приятно из специй как вы видели там один лишь только перец ничего там вообще больше добавлять не нужно ни чеснока никаких то там пряных трав ну хотя в принципе друзья если вам нравится почему бы нет но на мой вкус мне кажется блюдо полностью сама достаточно очень вкусно очень интересно поэтому готовки пробуйте если понравится ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите комментарии всем желаю приятного аппетита друзья всем пока и и и и и и